Какие компании выживут после пандемии? Может ли торговый центр заменить общественное пространство и на что обращать внимание при застройке микрорайонов? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в области строительства и урбанистики вместе с председателем госкорпорации развития ВЭБ РФ Игорем Шуваловым. Он приехал в Хабаровск с бизнес-миссией. Госкорпорация участвует в разработке проектов по развитию привлекательности регионов. Такие огромные центры будут уже совершенно не нужны горожанам. Какая ваша точка зрения? Что вы будете делать с этим пространством, если люди не будут приходить покупать, потому что они покупать будут иначе? За время пандемии объемы продаж в магазинах с товарами не первой необходимости во всем мире сократились в разы. При этом оборот интернет-торговли взлетел до исторического максимума. Но торговые центры, по мнению экспертов, по-прежнему нужны. Ведь в современном понимании моллы – это место развлечений и встреч, и часто досуг в них становится первичнее покупок. Из-за этого магазины меняют формат работы. Теперь будут выживать компании, которые работают в онлайне, в оффлайне, занимаются логистикой и работают с большими цифрами. Только эти компании будут развиваться успешно. Архитекторы, строители, урбанисты и специалисты по организации общественных пространств делятся исследованиями, как сделать торговые площади функциональнее и удобнее не только для покупателей. Мы привлекаем профессиональные компании, которые занимаются моделированием транспортных и пешеходных потоков, которые для нас формируют еще до строительства торгового центра модели, как изменится транспортный и пешеходный поток в тот момент, когда мы откроем свой торговый центр. Когда все учтено, торговые центры становятся полноценной городской средой. Помешать развиваться этой отрасли может только отток населения, который наблюдается в регионе. Поэтому дальневосточному ландшафту необходимо меняться. Это касается не только экономики и торговли. Я думаю, что традиционные избиркомы, партии и выборы в классическом виде умрут быстрее, чем торговые центры. И прямая демократия, и электронное голосование, оно уже рядом. Участники образовательной программы приехали посмотреть на инфраструктуру одного из новых микрорайонов города – Юсити. Московский урбанист и блогер Аркадий Гершман обратил внимание на недостатки. Из-за отсутствия симметричных корзин для кондиционеров жильцы вешают их кто куда, а также разномастные балконы. Их застекление не предусматривалось проектом. Из-за этого, как правило, есть большие проблемы с тем, что просто балконы иногда начинают падать. Это, опять же, просто системно еще ни один город России не смог придумать что-либо такое, чтобы как раз это контролировать, потому что не хватает законодательства. При этом урбанист похвалил широкие проезды во дворах и парковку. Практически 95-93% квартир оснащены парковочными местами. То есть с этого района можно проехать пожарной машине, скорой помощи.